Есть три основных момента, которые я выделяю для себя. Это само техническое действие, то есть правильность углов, захватов. Достаточность приложения усилия, которое мы должны сделать для того, чтобы эта техника работала. Смотрите, это тайминг. Мы будем работать над всеми тремя вещами, потому что из этого складывается техника. Самойлов, два рукава систем? Ну, нет. Основная идея, ну, не то что идея, а преимущество этого ступа и двух рукавов, потому что он, в принципе, работает вне зависимости от роста, веса, цвета пояса и так далее. Плюс это очень хорошая соревновательная техника, потому что вы имеете много контроля, и вы можете настолько заколебать своего соперника вот этими двумя рукавами. Давайте тогда сейчас встанем в два ряда. Начнем просто с красового рукава. Окей, давайте сейчас сделаем так. Я три раза покажу, ничего говорить не буду. Вы попробуйте, я посмотрю, как получается. Дальше мы пойдем по тем нюансам, на которые, я считаю, имеет смысл обращать внимание, это раз. Ну и на исправление ошибок, которые я часто встречал при изучении, с которыми я сталкивался сам, когда делал. Потому что стрип не получался. Кость, а можно? Показываю? Начальная позиция у нас будет в закрытом гарде. Ну, можно на самом деле ноги держать открытые. Дядь, я сегодня все пазну сразу. Все, пробуем. Раз, два. Михаил, это какая-то уникальная методика, да? Я сначала покажу, а потом объясню, как и что делать. Ну, мне нужно понять, с какими ошибками люди столкнутся. Я вижу этих людей в первый раз. Я хочу понять уровень их координации. А после этого мы будем смотреть, что исправлять, на каких нюансах сделать акцент. Потому что если люди все делают хорошо, ну, то объяснять нечего, можно идти домой. Ну, такого не будет. Рационально. Рационально. Да, да, да. Но за счет этого можно сократить время на объяснение ненужных деталей. И дать людям именно то, что будет им полезно. Посмотрим сейчас. Заценим, протестим. Ну, как я и ожидал, эксперимент удался. Начинаем с самых основ. Соответственно, в каждой технике есть три основных момента, которые я выделяю для себя. Это само техническое действие. То есть правильность углов, захватов. Достаточность приложения усилия, которое мы должны сделать для того, чтобы эта техника работала. Дретье, это тайминг. Мы будем работать над всеми тремя вещами. Потому что, собственно, из этого складывается техника. Начнем с правильных углов. Начнем с того, где мы должны оказаться, чтобы сделать вип через голову. Мы сейчас немножко разобьем технику на части, изолируемся. Для того, чтобы мне сделать нормальный кувырок назад, мне нужно оказаться, мне нужно быть под человеком. То есть сама механика этого свипа, это просто кувырок назад с выходом в стойку. Ничего больше. То есть если вы делаете кувырок назад с выходом в стойку, то будет все. Чуть-чуть, чуть дальше. Можешь, да? Да, да, да. То есть вот мы здесь. Вон, сок. Чуть-чуть сок. О! То есть можешь поставить ладони на пол. Что делаю я отсюда? Я просто поднимаю таз вверх и иду в кувырок. Все, больше ничего не надо. То есть я... А, что делаю? То есть я не могу. Он нужен вон какой-нибудь. А сейчас. Звоню в лице. То есть он здесь, я здесь. Руками ничего не делаю. Движение вверх. До кулакова. Делаем по 10 раз каждый останавливается. Остановиться это важно. Потому что я увидел, что вы сделали. Потому что некоторые имеют тенденцию. А я сделаю побольше, побеспавил, пока остальные делаю. Но меня тогда будет не видно. Кто закончил, а кто нет. Раз, два, три. Продолжение следует... Стреллю? Берем. 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 Урок, урок, назад, назад, назад. Да, да, да. Еще выше там. Еще выше там. Пока проблемы с общей координацией, чтобы сделать урок. Стартовая позиция, я лежу в таз между пятых человеком. Что важно? Что вы делаете? Многие начинают поджимать колени к себе. Это неправильно, потому что по положению, в принципе, урок сделать не может. По сути, мне нужно суть. Просто берез. Максимальный берез. И все, он уже пошел туда. Что я вижу у многих? Знаю, что делается не березкой назад, а идет вот такое движение. Не от себя движение, а вверх. И потом мы плавно скатываемся в промокашку. Можно через загривок, а через плечо это не спать. Доделываю 50 с этими нюансами. А что, раз, два, три не будет? Не, ну это же фикс, а не что-то новое. Сергей, сколько человек вас уже учили делать этот свип? Как минимум, это второй. Ну, в целом стало уже лучше. То есть, с самой механикой все более-менее справляются. Значит, дальше будет проще, потому что мы сейчас включим руки. И будем чуть-чуть еще помогать руками и ногами. Ну, сейчас посмотрим, как, в принципе, оказаться под его центром тяжести. Для того, чтобы сделать удар. То есть, мы здесь, он встает, как можно выше. Я цепляюсь ногами за его спину. То есть, вот это моя опора. Да, давайте начнем снова. Без рук. Вот отсюда. Из такого положения. Когда мы зацепились скосолапанными ногами, ноги при этом прямые. Не согреться. Я залетел под таз. Он оказался в том положении, которое мне удалось. И отсюда я делаю то же самое движение. Надо же, потому что, когда человек встает на закрытый удар. Я не могу сделать отсутствие вип через голову. Подтянуть ногами его. Даже костян. Да, он весит, наверное, сейчас примерно одинаковый. Я, там, 68 или 65. Ну, окей, пять килограмм разницы. Я ногами его не вытяню. Но он является хорошей точкой опоры для меня. Чтобы загнать мой таз ему между ног. И это чуть-чуть, во-первых, наклонило его. Во-вторых, ввело центр тяжести. Чуть-чуть сюда. Это то, что мне нужно. Отсюда я делаю. Вопросы? Еще разок покажи, пожалуйста. Тебе нужно? Можно даже без рук. Вон, у меня ноги раскрыты. Неважно, закрыт, но он встает. Зацепились. За счет этого заехали. Можно придерживать руки сейчас, можно не придерживать. Ну, человек встал. Зацепились ногами. За счет опоры за его спину заехали под него. Сделали коворот. Вопросы? Да. Пробуем. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот такую историку. Просто тогда дальше начинаем заставить березу. Да. Доказаться на лопатусе. Так, а теперь делаем березу, куда делаем куров назад. А, смотри. Не опускай таз обратно. То есть, ты вышел в эту березку, из этой березки, только наделывай кувырок. Потому что ты поднялся, опустился, потом сделал кувырок. А тебе нужно подняться и в этом поднятом положении доделать кувырок. Да. Мы делаем то же самое, что делали сейчас. Просто добавим руки. Да. То есть, мы так по кусочку, по кусочку собираем технику в единое целое. Да. То есть, мы сейчас лируем два рукава. Он встает. Встает. Все то же самое. Ты втянулся. И здесь движение руками. Вниз. Дергаю. Я показал с паузы. Но нужно делать без паузы. Да. То есть, встает его вставание. Встал. Держал. Здесь. Держание вниз. Луками. Это то, что он здесь сейчас добавляет. Плюс, то что мы держимся за два рукава. Плюс, руки нам помогают залететь под него также. Я чуть-чуть позже покажу, как правильно держать, чтобы руки эффективнее вас загоняли под человека. Нет вопросов? У всех все получается? Или нифига не понятно, что делать? Понятно. А движение руками сначала получается назад, а потом у тебя? Нет. Движения назад руками нет. Это скорее следствие того, что он чуть-чуть сам идет вперед, поэтому руки уходят вперед, а я их наоборот сдергиваю. Что, давайте сюда пробовать? Раз. Два. Тостыний штрих, он такой совсем, наверное, он, скажем так, будет максимально концептуальный, как любит аудитория Фрикс. Как это, системный. Да? В стиле, да-да-на-хер, и же с ним. Самойлов два рукава систем. Ну, нет. Сейчас мы поработаем над захватом, сейчас мы уберем момент слипа и посмотрим, как эти два рукава самые нужно, в принципе, держать. А для начала нам нужно понять, как, ну, я люблю объяснять, когда сам веду тренировки, мы просто кладем ладони поверх его предплечье, то есть при этом не с, ну, как бы, не с острой стороны, а с широкой, сжимаем кулаки, все, да, то есть чтобы взять захват, кинули ладошки и сжали кулаки. Вставай. Дальше. Вот отсюда, что плохо, выпрямленные руки, потому что вот эта кисть его сейчас скажем на мою кисть, ну, на любую, и сорвет захват. Все, я потерял. Снова вниз. Если я буду держать вот так сверху, хоть бы еще как-то торяло и так далее, вставай, это будет сделать еще проще, да, то есть, обратно. Что я должен делать в камере, чтобы человек был в своем положении дальше, чтобы продолжить тренировать над захватом? Есть? Окей. Вставай. Да. То есть, отсюда предплечье разворачиваются, локти идут в пол. Это основное. Здесь. Так. как правило люди продолжают здесь дальше тянуть резко, ну не резко, а просто тянуть дальше вверх еще можете тянуть? о, ништяк, на этом я еще залетаю еще больше на самом деле он меня закидывает под себя, не то что я туда прям залетаю, а он меня туда закидывает и он за счет этого улетает если я держу плохо, то есть как-то не знаю мне его тяжело брать, как-то так это будет так это тоже ок здесь мы все еще в ситуации? можешь тянуть дальше тогда? мы можем это сделать он так или иначе движение вперед не даст что делаем сейчас? сейчас мы просто по усталету мы делаем заклад на усталет мы должны добиться того, что мои руки не выпрямляются снизами руки выпрямились мне придется играть уже для рима скорее всего да, потому что дальше что будет? он сойдет один захват все, я уже сильно очень проигрывал по динамике самого гарда да, потому что дальше он попадет в слайдер дальше он может просто убрать ноги назад, сделать триада икспас, что угодно моя задача взяла два рукава не проиграть да, то есть я взял два рукава он встает я либо так либо сразу буду идти в себя ну это этот момент поделась ты висишь, как ты делаешь с ним? я не даю им довыпрямился давай расскажите девида на самом деле я.. окей я не дам ему довстать я сейчас как стану ли тягу с тобой поделал? ну конечно не надо висеть так, чтобы ощущения были, что очень тяжело так встало то есть вот я не даю им довыпрямиться то ты уже висел, то ты не делаешь с ним, да? ну да я показал немного утрированно что человек прям довыпрямился, но суть в том, что у меня руки не выпрямились, как только руки у меня выпрямятся, сделать тяжело. Ну в смысле я уже ничего не сделаю, я уже буду играть. Для шлипа однозначно нужно, чтобы он вообще ходил на этом поднял, в самом начале держать. Да, для этого у меня есть косолапленные ноги, то есть вот этого положения более чем достаточно. При этом чем больше человек будет, тем проще за него цепляться за спину. То есть, когда сидел и мы всегда вставим, то есть моя задача зацепиться за него. Оп! Залетели. Пробуем. Раз, два, три. Не работает! Все выучил джурбиться, Костя? Давай просто по 10 сделаем. А, ну дальше все делаем то же самое. Но с кувырком мы сейчас добавляем последний нюанс, последний штрих, который важен на самом деле при любых свипах, это концовка, это выход сверху. Чаще всего, ну, большинство, и у меня в том числе, после того, как я научился это делать свип, у меня люди с него уходят, да, то есть я стоял, здесь, не, ну блин, ставим по-честному. И сделал, и человек здесь начинает делать креветку, и делает LBSK. Такая самая частая проблема, которая случается, случается с этим свипом, которая очень часто случается с этим свипом. Такая, очень частая проблема. Поднимите руку, у кого эта проблема случалась. Да, то есть 90% времени человек вот привечивает вас, и вы оказываетесь не в маунте, где вы хотели, а в калгар. Чтобы этого не было, нужно добавить в концовочки один нюанс. Что-то здесь, как-то здесь, как-то здесь. Жали беды. Сразу. Ну, уже все. На самом деле можно оставить свои беды оправданно его сразу. Можно ржать здесь, если повезло. В зависимости от разницы в интерпометрии между соперниками. но как только вы начинаете выходить маунт, здесь бедра сжат, то есть можно с крючками, кому как удобно от этого будет зависеть 6 баллов или 2 и все понятно и просто хочется попробовать ок, тогда пробуем, раз, два, три у нас Юра и джиу-джиу-джи не работают просто он в сторону валится из-за колена? нет, я не знаю почему смотри, из того, что я вижу, ты не цепляешься ногами вообще за него, пусть ты до конца не залетаешь зацепить ногами и отсюда делаю форум 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 и что, Илюх, научился свипу через голову? ну еще нет ты же почти пурпал нет, нет джиу-джиу это же просто ну, я тупой Последовательностью действий хочу разобрать и хочу разобрать ту историю, которую я считаю неправильно. Это постановка ног в таз человека. Если мы здесь, он встал и все окей. Многие из вас потягочают к тому, чтобы сделать так. Типа классику тамоэнаги и так далее, либо как это, господи, мы боремся с колорадским клещом, это из этих плакатиков. Как только я поставлю ноги в таз, его руки лягут на голени, ноги уйдут назад в спровол, он поставит мои ноги в пол и пройдет нога. Это сразу будет так. До тех пор, пока мои ноги прямые, находятся здесь, я чувствую себя в полной безопасности. Даже если он положил руки на колени, на самом деле, окей, он положил руки на колени, я на этом заехал под него. Сразу. И он улетел. У меня достаточно небольшого движения вперед, чтобы человек не летал. Не важно, какого он здесь. Как только руки будут ложиться к вам на колени, сюда. Теперь по концовке, да? Вы залетели под него, вы начинаете отсюда не поднять таз, куда собрать руки сюда. Отсюда я уже никогда не сделаю движение таз вверх. Руки должны быть здесь. Отсюда я начинаю поднять таз, потом внутрь руки. Не наоборот. Это то, что нужно исправить очень многим. А если руки высоко держать, он же не возьмется за штанина? Что ты имеешь в виду? То, что он смотрит, если ноги, он встал. Давай, давай, давай. Встал, давай. А если ты ноги, руки будешь вот здесь подержать? Ну, не возьмется для чего. И ты можешь сделать вот такой свип? Потому что я недостаточно заехал. Я поднимаю таз и буду оказываться у тебя под плечами. Нет, но если ты ноги сюда поставишь, а руки будут там, я же не возьму. Нет. Не сделаю я свип. Мне все равно для этого свипа, мне нужно под тобой оказаться. А я нахожусь в ситуации, когда у меня ноги на тазу, а заняться далеко из-под центра твоей тяжести. То есть мне, чтобы сделать этот же свип, мне нужно тоже оказываться здесь. В том же самом положении. Более того, анатомически, мне ноги будут мешать залезть как можно глубже под тебя. Когда ноги здесь, я могу заехать прямо дальше тебя даже. Я могу вот сюда заехать. И ты уже все, ты уже сам туда хочешь поворкнуться. Мне нужно только чуть-чуть. Теперь. Помоги. Чуть-чуть. Когда я ставлю ноги в таз, это никогда не сделать это с фильмом. Так а что же мы делаем, например? Я, например, делаю периодически. Я, например, делаю все тексты. На всех. Я тут ползала делаю. У меня это отрабатывает. Миш, ну проходит, наверное. Я делаю. Пусть это делаю. Больные я видел сто раз. Нет, я не понял. Это получается. Я рассказываю о том, что работает у меня. Он, Тимур, постоянно делает. Спросите? Он только что мне говорил, что он все время делает. Да. С ногами. Окей, давай еще раз сделаем. Давай. Давай. С самого начала. На таз. То есть мы здесь. Он встал. Мы зацепились ногами. Подъехали. Пошел в таз. Затем он. Я вновь. Не наоборот. Сначала руки. Давайте еще. О, пять раз. Раз, два, три. То есть мы ноги раскрыть должны раньше, чем человек встанет. Потому что если мы раскрываем ноги позже, чем он встанет, то есть мы рискуем оказаться в ситуации, когда он встал. То есть мы рискуем оказаться как раз, ну, разность весит. Мы рискуем как раз оказаться вот в такой ситуации. То есть мы на самом деле, вообще что делаю я в том числе на соревнованиях? Я люблю. Попали в закрытый гар. Я специально держу ноги здесь. Показываю человека. Провоцирую на то, чтобы он встал. Многие начинают орут. Типа... Вставай, он ноги раскрыл. Проходи. Оп. Да? Я здесь, там, где мне нужно. Ему уже тяжело. Если он начнет сейчас обратно приседать, да? Вот он сразу улетел. Ну, начинаются вот такие качели. Либо человек понимает это, что он сейчас улетит. Либо не понимает. Ну, посмотрим, пацаны. Продолжаем. Что, как? Вот сегодня все, что вам нужно уметь, чтобы сделать этот свип, делать кувырок назад. Все. А есть еще второй свип. Перевернуться на животик называется. У меня есть в профессионале три свипа. Кувырок назад. Перевернуться на животик. И есть самый сложный, называется техникал стендап. У него даже название такое буржузское сложное. Техникал стендап. То есть это техническое вставание. Не просто перевернуться на животик. Это что-то из юмора, да? Да, да, да. Когда с микрофоном стоишь, читаешь и смешаешь людей. А техникал, это если в стендапе монтёр или сантехник. Слушай, это другие фильмы. Когда там монтёр, сантехник. Ну, много разных сюжетов есть. Ну, на самом деле, пропустил сейчас афоризм от него хороший. Надо куда-то запостить прям. Самое простое в ПЖЖ, это считать, что оно сложное. А самое сложное, это понять, что оно простое. Не поверишь, я это даже записал. Это, блядь, конфуции. Это конфуции, нахрен. Поднимите руку те, кто считает, что у него получилось делать свип через голову. ОК, ну, на самом деле, большинство. Единогласно. Если бы мы были в парламенте, единогласно. Да, да. Хорошо. Сейчас, на самом деле, вторая техника будет, на мой взгляд, более простой. Но она реже встречается в схватке. На самом деле, чтобы стипануть 90% случаев, достаточно сихо через голову. Всего там одной техники. Это что? И эта техника, она основана на, на самом деле, таком частном паттерне, как нас учит проходить гад. Как нас учит раскрывать ноги. Да, то есть нас учит вставить. Поставить колени узко. Затем отставить одну ногу. Счистить. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла. Да, все это видели на ютубе. Наверное, белые, ну там, в особенности это белые пояса. Прям совсем недавно занимаются. Чуть ли не первые, скажем так. Это чуть ли не первая ваша техника, которую вы видите для прохода гарда. Ну, по крайней мере, там, 7 лет назад это было так. Окей, он встает. Я понимаю, что я пропустил вот это первое движение. У меня все хорошо с точки зрения захвата. Он ставит ноги узко. Теперь важные нюансы. У вас не получится из этого положения взять и перевернуть его. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать простое движение. Постараться пятки подтянуть к гаде. И отсюда вот этот второй слив перевернуться на живот. Все. Ну, не, я сейчас руки отпустил. Ну, не, я сейчас руки отпустил. Да, да, да. Короче, делаю другая. Я показал просто сама механика свипла. А что было делать руки? Мы здесь. Окей. Руки работают в кресле. То есть я иду на животик. А есть разница, какая света должна быть в зависимости от стороны? Ну, вот так неудобно. Ага. То есть он идет вниз сюда. При этом плаки начинают упираться ему в предплечье. Да? Я-то сюда. Полинка к себе. Все. Как минимум два балла есть. Здесь велика вероятность, что он докриветит. И, ну, это будет просто два балла. Я дальше начинаю проходить гард. Но два балла тоже хорошо. Вопросы? Покажи еще раз. Покажи еще раз. Какой динозавр? В животик. В животик, да. Так чего вы сегодня учились? Да. Еще легко. Еще раз, да. Сделай. Еще раз. Не потом. Окей, мы здесь. Он встает. Раз. А если он встает и ноги не держит только изначально? Я буду просто висеть и ждать его дальнейших действий. Мы посмотрим, какие еще реакции. Потому что вы сегодня молодцы. Вы делаете все быстро. Значит, можно показать вам больше вариантов, как выйти на через голову. Давайте сейчас попробуем. У этого Сипа на Ютубе два названия. Точнее, одно название, которое есть на Ютубе, это Русалка. Второе название, это Али Магомедова, в принципе, от которого, ну, я начинал про два рукава и так далее. Али называет этот Сип Щепти. Но на Ютубе он известен, как Русалка. Давайте попробуем. Раз, два. Я сейчас покажу частные варианты, которые скорее возникают тогда, когда вы уже начали играть два рукава. Ну, как это? Сегодня, на самом деле, замануха. Я когда... Когда Леха меня попросил, тебе покажи два рукава, я ему нарисовал четыре семинара. Вот. И сегодня первый из того, что, в принципе, я могу показать. То есть первая история, то, чему я, в принципе, сам учу своих учеников сначала, это атаки. Потому что атаки, это, в принципе, больше техника, оно понятнее. Как правило, следующий момент – это защита и контратаки. Вот сейчас я вам покажу историю из контратак. Вот. А третий момент – это обычно борьба за захват. А четвертый компонент – это комбинации с другими позициями, с другими видами гарда и так далее. То есть это четыре, по сути, стадии, наверное, борьбы в открытом гарде, да? То есть момент переходов между видами гарда, момент выполнения техник, момент борьбы за захват и защита. В целом, вставай, да? То есть моя игра здесь, снизу. Просто держать ноги у него скосолапленными за спиной. Если он встал, он ничего не делает, я просто лежу. На момент опускания, ну, это максимально просто. То есть если он начнет садиться, да, то есть он сразу вылетает сюда, через голову. Это понятно, это просто. Или непонятно, нужно это, ну, отработать. Да, понятно, понятно. Понятно, окей. Но возникает часто проблема отсюда, что человек начинает одну ногу оставлять назад. снизу. Да, ништяк. И это супер. Потому что у меня здесь появилось много дистанции, чтобы создать себе ускорение. А еще лучше, когда он сделал вот так, типа чуть-чуть, начинает отжимать колено. На этом движении я буду продергивать ногу сюда. но не только. Я буду делать. Еще раз. И чем сильнее он меня отталкивает, тем сильнее я залечу под него. Он встает, вставляет ногу назад, он хочет меня проходить через эту, да, через эту историю. Вот эту ногу я ни в коем случае не убираю. Сюда. Если я ее беру сюда вниз, то в коленах пойдет... Ну, это проход. Мы здесь. Он понимает, что он завис здесь. Ему нужно что-то делать, как-то проходить. Частая реакция, это нога под пасы там вставляет. Ну, то есть он здесь. Мне не нравится то, что захват на моей коленке. Но я не хочу просто сорвать его, да, то есть я не хочу делать. Просто так вернуться. То есть я хочу уже кто-то атаковать. Я начинаю сдергивать захват. И на этом движении я загоняю таз вот сюда. Да, по сути. Почему я не могу сделать сейчас, видите? Потому что я нахожусь не под тем углом. Мне нужно сделать тот угол, который мне удобен. Да, ну, то есть еще то, что выглядит в нашем коммене. То есть я начинаю сдергивать. И на этой передней залетаю под него. Мы возвращаемся в первую очередь. Да, мы возвращаемся в ту позицию, с которой эта техника делается. Просто без остановки. То есть моя задача, чтобы сделать свип через голову, оказываться между его ногами. Это основное, что нужно запомнить. Чтобы сделать этот свип, не нужно быть нервным. То есть мы здесь. Я начинаю тянуть. Все. Мы в позиции, когда мы можем делать свип. А был такой момент, что вот крепкую чештанин хватает и не получается? Да, всякие моменты были. Ну вот всякие случаются. Если будет потом реально интересно, пишите Лёхе. Мы можем сделать отдельное занятие. А лучше нарисуйте. Да, лучше нарисуйте. Напишите писем. Вообще из того, что я играю сейчас здесь. Ну, я сейчас чуть-чуть. Бла-бла-бла. Он встает, начинает делать вот эту историю. Его задача, в принципе, какая? Он к чему стремится? Он стремится к тому, чтобы сблизиться со мной. То есть он стремится быть здесь, чтобы я ушел уже в защиту. Чтобы я начал отжимать его, делать в фрейминге и так далее. Что я отсюда буду делать? То есть вот он отставил. Он удар. Эта нога сюда. Да, и это будет переход в спайтер. То есть изначально может быть это так, коряло, да? Он на этом будет отжиматься. Потом обратно сюда надо поставить. А эту буду держать здесь. И, как правило, я уже начинаю терзать. Вот отсюда. Здесь он укладывает. Если он будет ставить одно колено на пол. Вот это. Это, как правило, будет на свадьбе. Это ножницы. А в последующий раз? Ну вот если захотите. Это уже за день. Шутка. Ну, то есть, если у Лехи будет желание, если у вас будет желание, мы можем посмотреть, как комбинировать, как защищаться, и как комбинировать с другими ногами. Сейчас сделаем дольку через долгу. Да, то есть он встал. Мы здесь. Он оставил ногу. Потянули. Ну, да, то есть вот сорвать, а потом сесть гораздо тяжелее, нежели сделать это в одно движение. Вопросы? Нет. Пробуем. Раз, два, три. Конец В歇 전. Иногда случается так, что у Человеку руки длиннее, чем у Мэй. и тогда возникает следующая проблема, что руки ставятся на пол то есть я здесь все хорошо поднес, и мы оказались в такой ситуации, что он стоит так я уже не могу их стянуть, у него он там сильный, не получается что я тогда делаю, я все равно поднимаю таз и перекладываю руки ему на локтевой сгиб начинаю сгибать руки и делаю то же самое просто со сменой задачи а, хорошая задача все, Юра одобрил Юра одобрил, даже сигнал удался еще раз показать, мне это в принципе понятная история, максимально не нужно, пожалуйста еще раз, пожалуйста мы здесь, он поставил руки, я поднимаю таз, ладони на криктиву сгибу я не знаю а тебе больше оттуда, да? нет, так получилось просто ситуативно надо просто так сломать сейчас пропорционально пробуем раз, два, три превью того, что можно делать я надеюсь пробник да, пробник я надеюсь, что каждый из вас все-таки попробует поиграть в рукава поиграть эту историю после закрытого гарда потому что она реально мучает человека который находится у вас в двух рукавах я покажу, как это может комбинироваться с болевыми там, с рычагом, с треугольником когда у меня здесь не получается заделать слип через голову у меня там есть, как правило три заготовки я там встал сюда пошел мы оказались так, я не могу вообще сделать ничего то есть я здесь застрял ну, происходит это чаще потому чаще всего потому что таз низко да, то есть я не успел вывести его сюда но в рычаг в треугольник здесь что еще если рука на меня посадка это тоже то же самое в рычаг сразу идет в лед давай чуть-чуть держимся то есть я начинаю делать век ты ставишь естественную реакцию поставить в руки то есть он встает я начинаю делать в тыс в лед в лед он и плата там тоже есть самое главное самая мякотка с чемпионата мира ACB когда я боролся с квадратным парнем с Кавказа вот он вставал но он понимал что какая-то херня он начинал сразу садиться обратно входим сюда ну, заспили практически сразу потому что он будет всегда подавать вес тела на момент опускания и здесь я уже доминирую по позиции я могу на самом деле обратно улететь да если опять-таки он там встает буду я здесь и вот так может проходить вся схватка это очень хорошая схватка будет для меня да, она уныло смотрится со стороны она практически без балла она вообще никому не понятно что происходит но если мы начали так схватку я запулил гард то есть счет ровный за счет этих двух руков активности больше у меня ему приходится сушить он сильно устает я выигрываю преимущество не потратив практически ничего с точки зрения сил но нужно понимать что если вы все-таки проигрываете здесь вам придется раскрываться работать активнее нет другая суда но с точки зрения как замучить человека не устать и выиграть двумя пассивностями это вот про это ну давай мы сейчас построимся сфотографируемся и поборемся да пока все красивые спасибо миша вопросы какие-нибудь остались по что мы делали сегодня окей кто чему сегодня научился кто что для себя узнал еще я не не стесняемся говорить кто что это для себя подчеркнул кто чувствует что в принципе он может этот свип на несопротивляющемся партнере сделать просто показать рекомендую попробовать поиграть два рукава после когда мы находимся в закрытом гарде пишите там обратную связь алексею может быть захотите будут возникнуть какие-то вопросы мы сделаем продолжение а